Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию обаятельного актера Сергея Мухина, а также многодетного отца и его жизнь с известной красавицей-актрисой. Сергей Мухин – российский актер, верный супруг, любящий отец, которого обожают зрители. В свои 46 лет он прекрасно выглядит, снимается в сериалах, кино, активно работает в театре, а также гастролирует по городам со спектаклями. Сергей вместе с женой выступает на сцене и исполняет песни. Жизнь Сергея по-настоящему наполнена. Он старается во всем, работает, проводит время с семьей, даже на свое саморазвитие у него остается время. Совмещать все эти занятия помогает внутренняя энергия и желание в этой жизни все успеть. Сергей Мухин родился 16 июня 1976 года в Ленинграде. Их семья была очень интеллигентной. Мама с детства водила его в детский театр на художественные выставки и музыкальные концерты. Сергей рос весьма любопытным ребенком, и в юношестве это качество не было утрачено. По окончании школы ему было интересно попробовать разные направления в жизни. Он поступил учиться на факультет юриспруденции и права. Параллельно с учебой Сергей успел поработать и в правоохранительных органах, а также примерил на себя несколько рабочих профессий. На радость отечественному кино ни одна из профессий его не привлекла. Получив диплом о юридическом образовании, Сергей решил продолжить учебу, но уже в сфере искусства. Опыт на юношеской театральной сцене помог ему с легкостью поступить в Российскую академию театрального искусства. Сергею нравилось учиться, поэтому, получив актерское образование, он не остановился и отучился на курсе режиссеров и сценаристов в мастерской Хатиненко, Финна и Фенченко. Окончив учебу, Сергей получил несколько приглашений в различные театры страны. Его выбор пал на столичный театр Моссовета, которому актер был верен долгие годы. Он принимал участие в великих постановках, а под руководством зарубежного режиссера объездил с гастролями практически весь земной шар. В кинематографе он построил не менее успешную карьеру. Дебют кино состоялся на экранах всего 16 лет назад, но уже принял участие практически в 70 кинопроектах. В 2002 году выходом он отметился в картине «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Роль Макса, мужчины легкого поведения, была небольшой, поэтому его даже не включили в титры. Но этого появления хватило для того, чтобы Мухина заметили режиссеры. В том же году он сыграл первую главную роль в своей карьере. Персонажем стал Ник из фильма «Даже не думай». Через два года на экраны вышло продолжение истории, в которой Мухин остался верен своему герою и не менее блестяще сыграл эту роль. На счету Сергея Мухина множество сыгранных ролей. Большинство из них стали значимыми, несмотря на второстепенный характер. Обаятельный и лучезарный мужчина стал кумиром миллионов зрителей. Режиссеры тоже всегда отмечают невероятную легкость в работе с Сергеем. Они часто произносят слова благодарности в его адрес и выражают признание за то, что его герои получаются именно такими, как и задумал их автор. Сергей тонкий, чувствует выдвинутые к персонажам требования и с легкостью воплощает их в жизнь. Личная жизнь. В любви Сергей не менее успешен. Правда, какое-то время ему пришлось ждать свое счастье. С любимой женщиной он познакомился в тот момент, когда она была замужем и воспитывала сына. Сергей с первого взгляда влюбился в актрису Анастасию Савозину, но не стал предпринимать никаких шагов по сближению, потому что женщина была замужем. А позже их свела судьба снова вместе. Но на радость Сергею Анастасия была уже в разводе. Сергей понял, что не готов отпускать собственное счастье и начал ухаживать за актрисой. И чувства оказались взаимными. Совсем скоро они сыграли свадьбу. Сергей официально установил ребенка любимой женщины и стал для него настоящим отцом. Позже у них родился первый ребенок. С появлением второго ребенка в семье актер решил построить дом за городом, где большой семье точно хватит всем места. Далее у пары родилось еще двое детей. Многодетные родители успевают заниматься воспитанием четверых детей, работать и наслаждаться обществом друг друга. Конечно, жена Сергея добилась тоже немалых успехов в карьере. Но так или иначе, она гораздо больше времени посвящает детям и своей семье. А вот глава семьи смог стать одним из самых востребованных современных артистов. Семья им гордится и всегда с нетерпением ждет домой. Хочется пожелать этому замечательному актеру побольше новых интересных проектов. И этой замечательной паре еще долгих лет совместной жизни. Счастьем, всего самого доброго, всего самого наилучшего. Пишите свое мнение в комментариях, нравится вам этот актер или нет. И какие фильмы с его участием больше всего вас впечатлили. Всех благодарю за внимание. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok